всем привет большинство кому я предлагал эту задачу получают неправильный ответ даже школьники олимпиадники решают задачу неправильно почему неправильно сейчас мы разберемся но может кто-то из вас и решит эту задачу напишите в комментариях у кого решение получилось правильным верным итак первый шаг понятен мы знаем треугольник с детства с катетами 3 и 4 прямым углом прямоугольный треугольник тогда гипотенуза у него будет 5 5 и по формуле r равно a плюс b минус c пополам мы получим что радиус писаный в него окружности равен единице ну все тогда радиус единицы треугольник в общем-то удовлетворяет нашему условию две стороны 34 радиус писаной окружности единица все значит x равно 5 все вроде верно но оказывается есть еще и второй треугольник у которого две стороны 34 радиус списанной окружности единица и вот надо найти длину его стороны многие задачи в геометрии часто это сплошь и рядом имеют два решения то есть условия задачи задают два различных геометрических объекта две различных фигуры неравных между собой поэтому это не должно вызывать какого-то удивления точно так как уравнение x квадрате плюс 2x равно нулю имеет два корня не только же ноль еще минус 2 там и так далее но давайте смотреть как можно решить эту задачу это решение я уже показывал на одной из предыдущих наших задач под названием ловушка и возможно вы его запомнили так первый шаг используем две формулы с равно п на р эта формула вообще говоря известно и формулу герона с равно корень квадратный из п на п минус а п минус b п минус с у нас радиус равен единице поэтому п умножить на р мы можем заменить на п умножить на единицу лишните не просто п в нашем случае площадь численного равна периметру теперь возвожу в квадрат и первое равенство и второе получаю f с квадрате равно п в квадрате с квадрат um7 равно под коренному посмотрите что получается то есть я возвожу в квадрат и приравниваю и приравниваю эти выражения Вот что получилось у меня. Получается, P в квадрате равно P на P минус A, P минус B, P минус C. P и P в квадрате я сокращаю. Получается вот такое симпатичное равенство. P равно P минус A, P минус B, P минус C. Я старался набирать, чтобы вам было удобно. А сейчас даже крупным жирным шрифтом буду писать. У меня, к сожалению, нет промежуточной толщины. Один из зрителей написал, что у нас в смартфоне лучше бы покрупнее, пожирнее. Буду писать жирным и запишите, кому это нормально. Я тогда всегда таким буду писать. Полупериметр будет X плюс 3 плюс 4 пополам. Ничего страшного. Или X плюс 7 пополам. Нормально. Придется что-то пописать. Немножко алгебраический способ решения пошел. P минус A. Давайте тройку возьмем. P минус A будет P минус 3. Напишу X плюс 7 пополам минус 3. Даст X плюс 1 пополам. Очень быстро. Я думаю, вы тут переждете. P минус B будет. X плюс 7 пополам минус 4. Это будет X минус 1 пополам. Даже красиво получается. И P минус C. Ну, C это сторона X будет. Значит, X плюс 7 пополам минус X. Это будет 7 минус X пополам. Видите? Все красиво получилось. Ну, и теперь я все это подставляю. Вот это последнее наше равенство. И посмотрите, что получается у нас. Терпите, тут не все так просто для меня. О, посмотрите. Ну, красиво же получилось. Возьму синий и тонкий, наверное. Вот это уравнение получилось. Слева X плюс 7 пополам. То есть P малое. А справа X плюс 1 пополам. Умножить на X минус 1 пополам. И на 7 минус X пополам. Все окей. Если преобразуем, то получим кубическое уравнение. Что с этим делать, непонятно. Как его решать, неизвестно. Но нужно подбирать какой-то корень. Внимание. А может, уже есть у нас какой-то корень? Да, конечно же. Поскольку это уравнение описывает длины возможных сторон, возможных треугольников. А она должна обязательно, это уравнение должно обязательно включать и корень пятерка. Ну, если подставим, получается, что корень пятерка. Значит, X первое равно 5. А дальше, либо как в седьмом классе, разложить на множители искусственной группировкой. Ну, либо разделить уголком, кто умеет. Ну, а многие зрители наши умеют еще. Вот этот профильный уровень. Вот что у нас получилось. Посмотрите. Вот какое разложение у нас на множители получилось. Итак, у нас получилось X минус 5 умножить на X в квадрате минус 2X минус 7. Ну, естественно, квадратное уравнение мы приравниваем к нулю и находим корни. Как сможем. Ну, я нахожу всегда по формуле приведенного квадратного уравнения. И вот что у нас получилось. Посмотрите. У нас получается X в квадрате минус 2X минус 7 равно нулю. Это половина второго коэффициента, взятого с противоположным знаком плюс-минус корень из квадрата. Это и половина минус свободный член. Получается, X второе третье. Это единица плюс-минус корень из восьми. Получается, уравнение имеет 3 корня пятерка. Единица плюс-минус корень из восьми. Отрицательный корень не интересует. Интересует X второе. Единица плюс корень из восьми. Корень из восьми – это два корня из двух. Корень из двух – один и четыре. Получается два на один и четыре – два и восемь. Плюс единица – три и восемь. Примерно три и восемь. Сторона второго треугольника. И поэтому, чтобы решить задачу, ну, полностью решить задачу, скажем так, нужно, естественно, найти оба решения и записать в ответе, вот как записано у меня, 5 или единица плюс корень из восьми. Тогда вам эта задача зачтется, и вы получите, естественно, полный балл. Вот этот треугольник. Я его даже нарисовал. Посмотрите, симпатяга какой. Здесь сторона три, здесь четыре, а вот эта сторона будет единица плюс корень из восьми. Примерно три и восемь. Ну что, неплохо. Напишите, у кого получилось не попасться в эту ловушку и правильно решить задачу до конца. Всем огромное спасибо, кто вчера подписался. Аж 200 человек вчера подписалось, поняв, что подписка нужна не мне. И у меня нет монетизации. Она нужна тем школьникам, одаренным ребятам, которые не могут встретиться с нашим каналом. А чем больше подписки, тем больше шанс, что YouTube предложит какому-то одаренному там мальчику, девочке наш контент, который вы пишете. Вообще говоря, это ваши слова, они мои, довольно подходящие для школьников и довольно полезные. Спасибо вам огромное за комментарии доброжелательные. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.